Я это выложу в интернет, пускай смотрит. Ёбанное конё. Союз нерушимый, беспутный, свободный. Это Россия в 21 веке. Мечта любителей Советского Союза сбывается. СССР возвращается. Вспомнить молодость и постоять в бесконечных очередях теперь может каждый, кому так хотелось вернуться во времена самого вкусного пломбира. Самой лучшей медицины, самой качественной одежды и вообще всего самого-самого. Видимо, советская зона комфорта с затянутым поясом намного привычнее для менталитета россиян. Многие романтизируют времена СССР, поскольку их лучшие молодые годы жизни припали на то время. Хлеб по 16 копеек, одинаковость во всём и работа, которую государство предоставляло каждому. Не нужно было думать о себе, ведь о тебе подумает государство. Возможно, именно за этим социальным инфантилизмом и скучают любители Советов. Ведь когда за тебя отвечает государство, есть на кого спихнуть все неудачи. Однако романтика заканчивается у холодильника. Помимо длинных очередей, ещё одной визитной карточкой СССР были пустые полки магазинов. Причём на бумагах Союз бил рекорды по производству, но в реальности товаров не хватало. К тому же с существенной разницей в регионах, ведь распределялось продовольствие по категориям. Приоритеты были Москва и Ленинград, крупные промышленные центры. Из-за дефицита товаров повседневного спроса так называемого ширпотреба была введена талонная система. Талоны можно было получить по месту прописки или работы. Для покупки дефицитного товара нужно было заплатить за него не только деньгами, но и этим специальным талоном. Я считаю, что проблема каких-то талонов или карточек с точки зрения именно продовольственных товаров в России точно не грозит. У них будут большие проблемы с точки зрения электроники и другой современной техники. С бытовой техникой Туга была и в Союзе. Практически вся выпускалась исключительно как побочное производство оборонной промышленности. Поэтому ее было мало и стоила она как 2-3 средние зарплаты. Тем временем все, кто помнят пустые полки, почувствовали это вновь. Во всех уголках России из прилавков уже исчезает сахар в средства личной гигиены. Среди основных дефицитов в Советском Союзе была и туалетная бумага. Причем производить ее стали только в 1969 году. Люди быстро привыкли к удобному формату гигиены, ведь до этого использовались газеты и обычная бумага. Однако со спросом справиться не удалось. Правда, в России сейчас, говорят, дефицита товаров нет. Но по старой памяти люди ринулись драться за продукцию. Ведь гены не обманешь. Началась спецоперация за сахар, которую уже прозвали «сладкая жизнь». Без очередей и драк достать некоторые товары в СССР можно было по блату. Для этого обзаводились необходимыми знакомствами. А важными в этом вопросе становились продавцы, завхозы, директора магазинов. Советским джекпотом считалось иметь своего мясника, который припрячет по знакомству кусок хоть сколько-нибудь съедобного мяса. Буквально на днях похожая ситуация с платом наблюдалась в одном из магазинов России. Пока за сахар дрались в очередях, мужчина через черный вход загружал упаковки в багажник машины. А помогали ему сотрудницы магазина. Советский Союз во всей своей красоте. Драки за товары для Советского Союза – обычное явление. Одна из самых глупых – из-за жвачки. Импортная жвачка была тогда желаемым объектом для детей и подростков. В марте 1975 года в Сокольниках прошел товарищеский хоккейный матч между молодежными командами из СССР и Канады. После игры канадские болельщики кинули жвачки советским зрителям. Администрация арены выключила свет, чтобы западные СМИ не фотографировали происходящее. В итоге в давке погиб 21 человек. А власти эту трагедию скрывали. Впрочем, как и многие другие, поскольку в СССР процветал еще один важный дефицит – дефицит информации. Цензуре подавалось буквально все, а людям закрывали рот. Говорить правду было постыдно, как и сейчас в России. Активистов задерживают, избивают, проходят массовые обыски у журналистов, блокируются альтернативные источники информации. Это ведет народ до того, что он даже не только на забастовку пойдет, но это вызовет, что терпение лопнет у народа. Когда же лопнет? И лопнет ли терпение у этого народа? Продолжение следует...